всем привет с вами снова лаборатория культуры третий выпуск сегодня и мы сегодня общаемся разговариваем танцуем едим яблоки с ириной брежневой я немножко солью твои тайны а здравствуй солью твои тайные прозвища потому что как друзья тебя называют кто-то говорит бабушка вязкого перформанса кто-то говорит что миссис божественная спонтанность но я не зря их конечно же приписал принцесса ирен меня называет на прекрасная девушка это я не этого я не знала почему почему потому что мой муж все время называл меня мама ира и поэтому повелось все друзья меня стали называть мама ира но это же просто жесть какая-то в какой-то момент меня это очень выбесило сказал так я не терплю когда меня называют мама и я не отказываюсь от этой своей социальной роли ни в коем случае но при том все при всем она совершенно не единственная и порой далеко не самая приятная в жизни каждой женщины вот поэтому в какой-то момент и настенька будучи в присутствии при этом разговоре настенька привет если ты вдруг будешь смотреть настенька друганова вот она такая я буду звать тебя принцесса ирен и сказал да это мне подходит вот так что еще одно моё тайное прозвище класс класс нет но я не зря конечно упомянула бабушку перформанса и божественную спонтанность потому что наша программа сегодня будет собственно о перформансе и ирина как специалист к и со скольки летним стажем я вот давайте вот сразу же я сейчас снимаю эти все много десятков лет и будем еще говорить мы не просто так то есть у нас такой получается разговор не совсем интервью мы решили взять за основу вот такую вот книжечку а ричарда шехнера теория перформанса 18 плюс но поскольку мы обе понимаем что мы эту книгу не прочитаем никогда здесь 500 страниц ну то есть мы когда не прочитаем но не сейчас сейчас мне в ресурсе и вообще в плохом настроении и поэтому мы будем в методом божественной спонтанности которым ира прекрасно владеет а делать небольшие это его метод божественной спонтанности вот мы будем совершенно безответственно выбирать практически гадать на книжке мы будем выбирать какие-то страницы какие-то части этого текста читать и выдавать какую-то рецепцию то есть мы понимаем что мы наверное никогда не прочтем все прекрасные умные люди наверное уже давно театральные прочитали эту книгу и не наверное а точно я читала прекрасные рецензии на эту книгу то есть это такая книжка которая является таким программным текстом для всех наших людей которые занимаются современным театром там на равне с постдраматическим театром хансти салем она да с которым носились как с библией какое-то время 16 плюс возрастное ограничение я все помню и даже эрика фишер лифты да которая в какой-то момент стала тоже каким-то таким знаковым текстом а эстетика перформативности 18 плюс вот это эта книга из разряда таких же текстов программы программ на которую надо знать но мы поскольку я уже говорила прочесть ее не сможем целиком никогда наверное на одна моя умная подруга сегодня сегодня утром не далее чем сегодня утром на мою фразу вот сегодня говорим о такой книжке когда читала но скучновато но полезно так что вот реклама книги о которой мы сегодня будем говорить но мы не рекламируем ее читаем и разбираем анализируем делаем какую-то свою рефлексию по поводу этой книги и пытаемся что-то понять хотя бы вот таким вот безответственным образом вот но сначала все таки я тебя спрошу как в твоем видении в твоем понимании что такое перформанс то есть не нужны определение да чем он отличается от хэппининга но вот то чем ты занимаешься это как ты внутренне видишь все таки как ты определяешь его но я бы начала с того что во первых сказать что я прям занимаюсь перформансом я не могу потому что если мы говорим про импровизацию это одна история перформанс это совершенно другая история он все равно требует совершенно иных подходов иной структуры иных целей нежели чем в импровизации мне ближе конечно импровизация и перформанс да как элементы естественно он используется и в работах но вот прям сказать что перформанс перформанс наверное нет но начнем с того что само по себе слово перформанс да то есть он оно обозначает как некое представление в переводе и по большому счету перформансом можно назвать любой спектакль да то есть если брать какой-то вот дословный перевод но все равно мы понимаем что у нас в среде это сложилось всегда говоря слово перформанс ну обыватель который понимает хотя бы что-то о неком таком странном действии называет этим словом что-то что не очень ему понятно как ему кажется содержащий элемент импровизации элемент чего-то спонтанного странного и вот этого непонятного но это я сейчас говорю именно с позиции человека который наблюдает за действиями имеет некий опыт вот что перформанс является конкретно для меня ну наверное прежде всего это желание донести какую-то свою мысль посредством инструментов которые я себе определяю и дальше я иду в определенную схему то есть это не делаю что что попало абсолютно нет это все равно есть некая структура есть некий план есть некая мысль ход который простроен но он очень сильно зависит от тех обстоятельств и тех ситуаций которые складываются на пути из пункта а условно в пункт б и даже конкретный пункт а и пункт б он тоже может меняться в процессе данного путешествия насколько мы с тобой работали менялся всегда то есть от пункта а до пункта б не мы не доходили линейно никогда это были всегда какие-то поиски как какие-то тропки какие-то повороты и результат никогда не был наверно таким как мы представляли в начале то есть все равно какое-то постоянное изменение я хотела наверное еще спросить тебя ты сказала что ты творишь теми средствами которыми владеешь это ты имеешь ввиду тело пространство предметы что для тебя какие-то инструменты ну прежде всего это тело я думаю ну потому что если мы говорим о неком действии то действие все равно совершает какое-то физическое тело в пространстве и времени дальше я употребляю слово пространство которое тоже очень сильно влияет на то что происходит необходимым элементом мне кажется в любом перформансе является зритель который очень важным элементом опять же тут можно спорить говорить про необходимость или необходимость но все равно представление требует быть кому-то представленным скорее всего все равно вот эти глаза зрителя они необходимы для того чтобы совершить этот путь ну важны да не буду говорить необходим конечно же время время как инструмент с которым мы работаем понимаешь что вообще мне кажется умение работать со временем использовать его как инструмент это умеет далеко не все и это прям какой-то очень важный важный инструмент если ты им владеешь то как говорится у тебя козыри в кармане это прям точно вот наверное это какие-то основные вещи ничего нового я не скажу и чем я ничего такого не использую что не использовали бы другие люди перформеры которые как бы идут именно в это действие ладно мы с тобой поразмышляли немножко такие размышлялки теперь читай что же собственно под перформансом понимает ричард шехнер хорошую у него аннотация есть да историю про перформанс именно этого автора сейчас я попробую о смотрите вот еще перформативные яблочки сегодня мне показалось что так прекрасно убегая из дома мы будем грызть да мама предложила мне взять немножечко и я конечно же не могла отказать потому что они очень вкусно пахнут и у нас тут свой перформанс как это досидеть до конца и не откусить хотя почему нет пока ты будешь читать я буду грызть я тебе сразу говорю ты будешь создавать мне прекрасный саунд да кстати саунд я буду причемкивать так он тоже играет большую роль но говоря о времени честно говоря не как саунд понимая а как раз как какую-то звуковую среду мне я за что скажем люблю современных композиторов вот саша мансков он понимает свою работу именно как владение временем я помню у него в какой-то лекции было я он говорит я люблю быть композитором потому что я с помощью звука владевая время я могу говорить вот так и время замедляется или я могу говорить очень быстро и тут тут конечно спорный вопрос звук ли здесь или тело или какие-то другие вещи вот это вот эту временную составляющую здесь привносят ну ладно я обещала вам яблочками немножечко позвучать может быть я это сделала пока ирина позвучит страничками ну я превращаю я мой образ вот так потому что последний раз когда мне нужно было прочитать текст это был наш фестиваль прекрасный который кстати скоро будет о немножечко возрастное ограничение готовь возрастное ограничение 12 плюс вот я пыталась прочитать текст с телефона и вот это был перформанс потому что я поняла в тот момент что я его не вижу и мне так ужасно неудобно я читала вот именно с этой скоростью в которой ты сейчас ну как бы как будто бы это что-то очень глубокое и важное но на самом деле я просто ничего не видела это было жестоко я поняла все пора вот и вот пора презентация новых очков класс итак друзья это значит аннотация ричарда шехнера вот на его книжку в теории перформанса посвященной разнообразным перформативным формам я задаюсь вопросом какие роли люди используют в политике религии бизнесе государственном управлении медицине и спорте что связывает театр танец и музыку с исцелением поклонением развлечением и игрой каким образом нам следует анализировать актерское мастерство шаманизм маркетинг судебные постановления социальную и личную самопрезентацию как выражение одного и того же процесса предлагая свои идеи русскоязычным читателям я возвращаю долг американский театр кино и телевидение приобрели русский акцент благодаря последователям Станиславского артисты стремились к актерской игре основанной на подлинном чувстве в предложенной мной всеобъемлющей теории перформанса воображение в самом широком смысле определяет повседневное поведение искусство популярные формы развлечений ритуалы и все виды игр я полагаю что неверно искать конкретный исторический момент или место возникновения исполнительского искусства поскольку перформанс неотъемлемая часть человеческой природы люди занимались перформативной деятельностью с тех самых пор как хомо сапиенс стал самим собой не в одно мгновение но в процессе эволюционного развития вида поэтому мы можем теоретически осмыслять перформанс в повседневной жизни спорте и играх религиозных и светских ритуалах способах обмена товарами и идеями в любой сфере где люди взаимодействуют друг с другом даже на уровне самых интимных и глубинных индивидуальных реакций тексты включенные в эту книгу доказывают что перформанс универсальный феномен возникающий в результате универсального процесса что это за процесс если сказать в двух словах воображение способность человека притворяться умение одновременно быть собой и быть другим существом здесь и сейчас и в то же время открывать невероятное разнообразие возможностей быть кем угодно где угодно и в каком угодно времени Ричард Шехнер ноябрь 2019 года то есть по сути в его понимании перформанс это во-первых насколько я поняла это некое социальное действие потому что оно совершается в любом случае даже если ты один на один что-то делаешь представляя себя другого а то это уже перформанс с другой стороны для него важная составляющая это воображение то есть каждый раз что-то воображая каждый раз включая какие-то вот эти наши способности ты уже совершаешь перформанс еще мне очень нравится слово притворяться да притворяться тоже какая-то штука перформанс это когда мы общаемся и притворяемся друг перед другом такая получается формулировка не знаю у меня всегда казалось ну то есть я опять же не помню совершенно ни одного определения но я опиралась всегда в понимании перформанса на вот это определение филологическое где есть перформативы константативы и перформативы это те высказывания произнося которые ты изменяешь то есть происходит какое-то изменение да то есть ты священнослужитель произносит фразу вы считаетесь мужем и женой все произнесает эту фразу меняется социальный статус меняется статус да меняется реальность то есть реальность которая может измениться посредством чего-нибудь тут не только слова да то есть могут быть какие-то действия могут быть какие-то высказывания что угодно и если реальность при этом изменилась это уже перформанс вот какое прекрасное широкое понятие ладно давай более конкретно может быть разберем что он там пишет и какие у него есть мысли глубокие ой страшно брать такую книжечку ты мне открой какую-нибудь страничку а я прочитаю но наши наша вот эта мысль которая вот я открыла уже что-то не знаю абсолютно что мне очень нравится что здесь полностью черная страница а здесь какие-то буквы и очень много букв и что написано здесь никто не знает ну правда никто не знает там есть одна закладочка но мы там не откроем мне там понравилось просто что-то когда мы вчера пытались чуть-чуть почитать эту книжку замечательную репетировали перформанс да сейчас да мы реально открываем на любой странице читаем текст и просто пытаемся что-то на эту тему как-то поразмышлять подумать может быть как-то это попытаться применить к своей жизни к самому телу к сегодняшнему моменту ситуации и что из этого выйдет на самом деле это и есть наверное главный перформанс сегодняшний да мы собственно делаем перформанс по книжке теория перформанса итак страница 185 перформанс не зеркало которое безмолвно отражает социальные изменения а часть сложного двунаправленного процесса в результате которого эти изменения возникают ну прям то о чем я говорила некоторое время назад нельзя говорить и об эволюционном развитии при котором театр сегодня становится лучше чем вчера а завтра лучше чем сегодня в любом случае лучше и хуже термины высшей степени условные ну мне кажется оценочных категорий в театре в перформансе вообще как-то очень сложно их туда к ним применить это переплетение изображает динамическую систему порождающей перемены которые не всегда приводят к совершенствованию или упадку всегда существует диалектическое напряжение между тенденциями к эффективности и развлечению напряжение между тенденцией к эффективности и развлечению не очень понятно какое это может быть напряжение по крайней мере в западном театре на мой взгляд очевидно что когда эффективное и развлекательное тесно переплетены театр процветает какой-то какой-то результативности говорит в такие относительно краткие исторические периоды театр служит как ритуалом так и источником удовольствия афинский театр 5 века до нашей эры елизаветинский а возможно и современный театр существующий с конца 19 века примеры такого сближения когда на первое место выходит эффективность представления становятся универсальными аллегоричными они ритуализируются и оказываются неразрывно связаны с устойчивым общественным строем такой театр может просуществовать относительно долго когда главенствуют развлекательные представления ориентированы на представителей определенного класса индивидуализированы тяготеют к шоу-бизнесу постоянно приспосабливаются к переменчивым вкусам публики примеры сближения произошедшие в самом недавнем прошлом западного театра усиление роли развлечения накануне елизаветинской эпохи и роли эффективности в современном мире в структурном отношении несомненно противоположны друг другу хотя примеры театров того и другого периода могут показаться на удивление схожими поскольку отражают напряженное равномесие между эффективным и развлекательным то есть он проводит тут такое развлечение между эффективностью которая может быть универсальной аллегоричной ритуализируется и связана с общественным строем что в его понимании эффективность но я так ритуализируется то есть какие-то находки есть какие-то приемы или какие-то тенденции которые вдруг меняют театр вдруг становятся условно востребованными это не обязательно развлечение он пишет о другом они становятся востребованы и сами уже становятся неким шаблоном и ритуализируются то есть принимаются за какой-то канон и дальше уже собственно существуют я не перебиваю просто сейчас у меня пришла мысль совершенно недавно было прекрасное событие у нас здесь в городе лаборатория драматургическая сейчас не вспомню как она называлась и не вспоминаю то придется возрастное ограничение искать ну неважно приезжал прекрасным спикером и гостем Николай Коляда это из Коляда театр вот прекрасный человек великолепнейший просто наипрекраснейший наивеликолепнейший Екатеринбург и с ним была беседа и он говорил про свой театр театр частный и он рассказывал о том что вообще так получается что спектакли в моем театре то есть они не то есть я могу очень любить этот спектакль но если на него не пойдет зритель ну причем считается современным драматургом именно очень таким известным и очень востребованным и в нашей стране ну мало того отец огромной огромной школы драматургов абсолютно и вот мысль которую он сказал что спектакли они сами себя определяют их длительность жизни я не могу играть спектакли как бы я их не любил но если на них не пойдет зритель соответственно спектакли играть не могу но при том при всем мы учитываем одну вещь что это не шоу это именно театр театр который говорит о проблемах сегодняшнего дня вопрос наверное в том какой язык выбирается есть еще вообще куча каких-то странных моментов которые невозможно мне кажется просчитать до конца на 200% ну и наверное неинтересно почему этот спектакль который кажется что вот все есть для того чтобы он был долгим для того чтобы он был популярным он очень быстро теряет своего зрителя и точно так же наоборот спектакль который вроде бы от него ничего не ждали вдруг он становится каким-то востребованным и не всегда это связано именно с развлечениями вот с этой шоу историей иногда мне кажется это как раз есть некая эффективность залог который не всегда вот в этой развлекательности на а именно здесь есть что-то еще и когда мы говорим про перформанс то именно действие и является тем самым той самой эффективностью действие которое увлекает и зритель как бы вместе с человеком или людьми перформером вместе проживает какой-то их опыт вместе с ними делает некий выбор вместе с ними проходит этот путь подключая свои зеркальные нейроны очень часто проживает этот совместный опыт то есть какая-то интересная штука что оказаться вдвоем на событии это прям это здорово когда тебе потом есть этот человек с которым ты можешь поделиться этим пережитым вместе вот этим совместным проживанием вот и мне кажется перформанс отчасти он как раз и дает какой-то этот опыт именно сейчас я говорю для зрителя зрительский какой-то такой опыт хороший важный нужный все время буду говорить особенно сегодня ну я сейчас не к тому что мы прочитали а к тому что ты говорила сейчас и перед этим о зрителе о наблюдателе когда ты меняешься да сам уже в присутствии того кто на тебя смотрит и это если опять же вспомнить Шерлихт она объясняет это через теорию систем через так называемый у нее термин петля обратной реакции я эту книжку читала много лет назад поэтому помню только про эту петлю обратной реакции и выпендриваться особо не буду потому что все уже выпендрилась петля обратной реакции запомните мне просто очень нравится что она как раз опираясь на Лумана строит свою вот эту систему довольно такую базовую а Лумана я очень люблю и поэтому Фишер-Рыльхт это тоже хорошо в следующий раз ее почитаем обязательно вот и это как раз про необходимость и невозможность вот этого действия совместного без кого-то кто рядом с тобой это необязательно зритель может просто человек находящийся рядом и вот эта петля она это совсем другое другого рода скажем события чем какая-то там повседневная в повседневности происходящая штука вот вспомнила что-то давай дальше теперь ты будешь читать сейчас я тебя выберу сейчас я тебе выберу спасибо ой а тут фотографии открылись смешных таких вот ну значит мне можно не читать актер в гриме перед исполнением Кат Ка Кат Ха Кали вот нет мы сейчас найдем тебе другую текстик текстик вот тебе масштабы перформанса 421 если не понравится можешь вот ту которая тебе понравилась страничка закладка а все уже вот читаю не знаю пока не понимаю прочитала три слова в повторяющихся сигналах которые особь получает от предводителя собственного вида есть нечто такое что приводит к высокой степени возбуждения конечностей в повторяющейся ритмической стимуляции присутствует что-то что при определенных условиях может привести к необычному состоянию нервной системы когда обе автономные подсистемы симпатическая и парасимпатическая достигают высокого уровня разрядки возбуждения высшей нервной системы вызывает столь сильное перенасыщение эрготропной ответственной за энергозатраты системы что возникает не только одновременное возбуждение эрготропной системы в результате своего рода избыточного воздействия но в редких случаях еще и максимальная стимуляция так что обе системы подвергаются по крайней мере на короткое время интенсивной стимуляции интерпретируйте это интерпретируем это подобная максимальная стимуляция порождает то невыразимое чувство которое порой сопутствует не только религиозным ритуалам и уединенной медитацией но и всевозможным сборищам разного масштаба от футбольных матчей до занятий в театральной студии на которых я обучаю актеров тихому ритмическому речитативу ну мне кажется здесь довольно понятная такая мысль он говорит в принципе о том о чем тоже мы с тобой частично говорили о каких-то коллективных действиях а видимо он изначально где-то там чуть раньше может писал о каких-то племенах или даже может быть о стаях животных и здесь довольно простая мысль про какие-то коллективные действия еще ритуальные которые совершаются синхронно и иногда там у наших первобытных предков когда происходит вот это вот в одномоментном ритмичном каком-то движении танцы произнесений выкрикиваний каких-то заклинаний когда происходит такого рода особое состояние которое действительно сейчас можно наверное пережить и в театре и на стадионе и при любом каком-то коллективном действии у социологов называется эфервисанс моя любимая такая красивая словечка я помню это слово которое я узнала именно от тебя эфервисанс почему-то хорошему я тебя научила хоть чему-то да вот вот этот момент то есть мне кажется что да даже вот то что сейчас мой был длинный монолог до этого кусочка как раз это совместное проживание я сейчас вспомнила немножко другую историю то есть мне кажется еще вот эти особое состояние в которое иногда перформеры входят вспоминая Марину Абрамович то есть как то есть ее очень много огромное количество перформансов и она писала про них достаточно много и подробно с позиции своих проживаний своих переживаний это все равно какое-то определенное состояние но с другой стороны актер выходя на сцену то есть как бы он вначале не отделялся то есть есть там персонаж есть человек да и есть некое соответственно вот это какой-то момент соединения когда одно соединяется с другим то есть я не выхожу этим уже персонажем я выхожу собой в какой-то момент особенно современный театр дает это возможность и в какой-то момент мы соединяемся то есть тот персонаж та роль которую собственно говоря я сейчас играю и я как человек вот классно срабатывает если я нахожу этот момент соединения. Когда я, во мне остаюсь я, но при этом появляется ещё какой-то другой вот этот самый персонаж, который даёт мне возможность прожить что-то, что, может быть, я, будучи просто собой, не мог бы прожить. Но такая же точная история и в перформансе тоже. Она так и происходит. Только, может быть, разобрать это с позиции театра немножко проще, потому что есть роль, есть ещё. А тут есть это состояние, которое человек входит, и вот эти состояния все, где реально с одной стороны человек, находясь в ритуале, он тратит огромное количество энергии, с другой стороны он подключается к какому-то другому источнику энергии, который помимо всего прочего трачения этой энергией, он ещё и наполняется этой энергией. Получается вот такая вот петля. Опять же это же самое, но точно чуть-чуть сейчас про другое говорю. Происходит какое-то это обновление, потому что и в плане медитации, и в плане трансовых состояний, это всегда работа вот с этой энергией. И если говорить про поле, например, моей деятельности, всё-таки это связано с танцами, с телом, это, мне кажется, такая же точная история происходит. То есть в какой-то момент, когда мозг тебе говорит, всё, хватит, ты устал, ты говоришь, нет, это иллюзия, усталости нет, усталости не существует. И очень круто, если ты умеешь, вот, не знаю, что говорят про второе, третье дыхание, которое открывается, и это работает, но тогда, когда мозг перестаёт сопротивляться, но до этого состояния тоже нужно дойти. Интересная, короче, история. Давайте ещё почитаем. Шехнер, мы тут можем много говорить какой-то интересной. Воды. Давай, сейчас моя очередь. Ты открыла? Да. Что? Забой свиней. Я не хочу про забой свиней. Вы другую какое-нибудь. Хорошо. Давай. Про забой свиней мы не будем читать. Я не хочу сейчас. Вот тут ничего нет, никаких опознавательных знаков. Начинай читать просто текст, 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 практически даже абзацев нет. Так. Покни себе пальчиком какую-нибудь. Покни книжку. Ну, глава от ритуала к театру и обратно. Ну, вот здесь вот с единственного, пожалуй, абзаца. Я и начну. Индустрия туризма оказала несомненное влияние на так называемые аутентичные представления на острове Бали и в других регионах. Я ничего не имею против этих перемен. Изменения в общепринятых правилах, темах, методах и стилях возникают из оппортунизма, давления публики, профессионализма, который сам по себе нередко оказывается новшеством, достижений техники и прочих последствий культурного взаимодействия. Туризм приобрел важное значение и мировые масштабы лишь когда появились дешевые авиабилеты. Этому предшествовали столетия массовой миграции, вызванной экономическими обстоятельствами, войнами и колонизацией. С самого начала истории своего вида человек всегда был в движении. Однако массовый туризм – особое явление. Люди находятся в движении, потому что ищут удовольствия, а их путешествия превратились в краткосрочные экскурсии. Поэтому развлечения, предназначенные для туристов, сочетают в себе качества чужого и домашнего. Турагент старается превратить странное в знакомое, создать эффект обратного отчуждения. У него даже так интересно написано «очуждение». Не отчуждение, а отчуждение. То есть чужого сделать «очуждение». Когда-нибудь историки театра оценят влияние туризма не менее важное, чем взаимообмен между Англией и континентальной Европой в XVI-XVII веках. В театре принято подражать популярным заимствованным стилям. Местные исполнители откликаются на требования богатых гостей. Порой стремление к новому исходит от местной публики, усвоившей чужие вкусы. Ну, видимо, здесь он описывает какой-то процесс взаимовлияния. То есть старается вроде бы безоценочно описать те вещи, которые происходили в сообществах, сохранивших домодерновое состояние. И как меняются их ритуалы и практики с появлением большого количества зрителей. Но здесь они довольно специфические, это туристы. То есть это все-таки на продажу. Это получается какая-то экономическая составляющая. И как эти практики и ритуалы, с одной стороны, наверное, профанируются и передаются уже в каком-то видоизмененном таком виде. И наверняка сохраняется что-то, что остается сакральным, все-таки не передается для всех. А с другой стороны, как происходит вот это взаимообогащение, пусть на уровне бус и каких-то там прыжков таких условно-схематичных танцевальных. Но тем не менее, вот, про что-то такое, мне кажется. Ты как думаешь? Да, ну просто мне интересен момент. То есть если, например, эти обряды и ритуалы существуют внутри племени, с одной стороны, там присутствует зритель, то есть далеко не все принимают участие, но с другой стороны, всё равно все понимают суть и все участвуют. И как таковых зрителей нет. Как только появляются вот эти самые чужаки, появляется вот это наблюдение со стороны, и любой ритуал, он становится именно вот этим уже перформансом, причём даже спектаклем. Такая какая-то интересная штука. Я ловила себя часто на мысли, приходя в храм, например, когда я наблюдала ритуал, то есть любого обряда, да, то есть что это будет, там, это утренняя служба или ещё какая-либо, да, то есть происходит, и такой момент, да, например, батюшка, ну то есть даже если это обряд отпевания, например, сразу видны те люди, которые находятся внутри, и они внутри этого обряда, и есть и люди, которые продолжают оставаться зрителями, несмотря на то, что всё это очень лично, и их как бы касается их, да, то есть потому что всё равно это такое же событие достаточно, если человек приходит на отпевание, наверное, это не чужой человек, но именно вот это состояние внутри или снаружи, глядя на этих людей, ну ты невольно всё равно долго находишься в этом, то всё равно ты можешь понять, кто является частью этого, а кто является зрителем всего этого ритуала, и, соответственно, перформанса в том числе, то есть если кто-то, он как участник, а кто-то как зритель, да, и получается вот здесь такой момент, не знаю, почему-то вот сейчас я вот про это подумала ещё после прочтения этого отрывка. Ну, мне понравилось ещё, да, про чужое и домашнее как-то развлечение, предназначенное для туристов, сочетает в себе качество чужого и домашнего, турагент старается превратить странное в знакомое, создать эффект обратного отчуждения. Странное в знакомое, это, да, это такой эффект апроприации, мне кажется, и здесь могут быть, ну какие-то вот прямо действительно изменения ритуала, если, ну, допустим, предположим, были какие-то там... Очень кровавые... Каллибальские практики, да, то есть для... На курчик поменяли. Для зрителя, да, для какого-то внешнего, то есть чужого, они могут трансформироваться в какую-то там игровую форму, стекулярную и практически сойти на нет, но хотя ядро, может быть, оно и сохраняется. Вот. Продолжаем. Сейчас твоя очередь. Или подожди, да. Читаю я, выбираешь, открываешь. Всё, третья. Не нравится? Как я понимаю, что это какой-то ритуал здесь описан. Так, где же мои перформативные очки? Мой образ. Передаётся немножко, так сказать, ума. Ну, ты вдвойне меняешься с ними. Ты... Когда вот у нас какая-то запись или интервью, ты уже всегда выпрямляешь спинку, говоришь иначе, а когда надеваешь очки, у тебя ещё больше изменений. Ещё прямее спинка. Не знаю. Завершается цикл танцами масок хивейхи, которые делят, длятся месяц. За долгие недели тяжёлых трудов племя сумело запастись едой. Люди, работавшие над масками, нанесли на них последние штрихи. Ночью, накануне появления хивейхи, с верхнего этажа эраава доносятся барабанная дробь. Перед рассветом у десятиметровых двойных дверей эраава собираются женщины и дети. Внезапно барабанная дробь прекращается. Толчья среди собравшихся доходит до настоящего буйства, радостного и возбуждённого. Ритуальный цикл включает множество драматических моментов, но ни один из них не сравнится с его наивысшей точкой – секундой, когда хивейхи, томившиеся в заперти едва ли не двадцать лет, выходят наружу, чтобы ненадолго воплотиться в жизнь. В сером свете раннего утра первая из масок карайя возникает в чёрном проёме двери. Высокая фантастическая фигура, серебристо-белая, расписанная узорами, которые на рассвете кажутся бледными и утончёнными. Карайя на мгновение замирает на месте. Огромная толпа зрителей взирает на неё в тишине. Потом бьёт барабан, необыкновенно громко гремят харау, и фигура движется по проходу. Прямо за ней идёт другая – пикеаупа. Дальше одна за другой следует ещё сто двадцать. Все маски начинают танцевать. Группы женщин и детей, отделяясь от толпы, пляшут вокруг масок, за которыми скрываются их отцы, мужья, братья и сыновья. У женщин в руках зелёные ветки, которыми они прикасаются к ногам танцующих. В центре грандиозные фигуры хивехи. Глаза их смотрят пристально. Страшные челюсти скалятся. Их одежды вздымаются и опадают, а их человеческие руки без устали колотят в барабаны, поднимая пыль. Ростом от шести метров и выше танцуют они, пусть не с лёгкостью, что совершенно невозможно, но на удивление живо. После танца в деревне хивехи выходят на берег. Танцы продолжаются в течение месяца, целыми днями, отчасти ночами. Погода жаркая, человек танцует, не снимая маски, от 15 минут до часа, затем он возвращается в Ирава и вешает маску на крючки. Обливаясь потом, последний обладатель маски присаживается, чтобы отдохнуть, но вот он уже надевает на голову другую маску, слегка поправляет её, чтобы она сидела ровно, и направляется к двери, полностью готовый к следующему выходу. Вообще всякий может надеть любую маску с разрешения владельца, притом владелец вряд ли откажет, ведь ему лестно видеть, что его хивехи пользуются успехом. И дальше он пишет, просто красиво так я представляла эти образы, и мне хотелось ещё почитать немножечко. Ну если там ещё есть. Там вот он как раз сейчас дальше пишет, что это такое. Эти танцы — перформанс, но особого рода. Считается, что когда не человек маска, он вдохновлён духами. Когда на человеке маска, он вдохновлён духами, рождёнными из мифов. У каждой маски хивехи есть имя, поскольку каждая символизирует дух. Дух движется лишь, когда маску надевает человек, и наоборот. Человек хорошо танцует лишь, когда им движет дух. Два автономных существа в симбиозе поддерживают друг друга. Женщинам и детям известно, кто прячется за масками. Они сопровождают своих родных и подразнивают их, чтобы те танцевали более энергично. Мужчины свободно обмениваются масками за один день, они воплощают множество духов. Вот наглядный пример взаимообмена между двумя реальностями, которые племя Элема размещает на одной плоскости. Маски, которые оказываются живыми существами. Мужчины, которые надевают маски. Маски не изображают духов и не содержат их в себе. Маски и есть духи. Какая интересная штука. Вообще, конечно, все эти ритуалы, они прям очень всегда так... Потому что в этом есть что-то настоящее. И вот ещё мне кажется, что перформанс — это прежде всего про что-то настоящее. Он случается тогда, когда я прям чётко понимаю, что человек... Не то чтобы он входит в изменённое состояние, он просто идёт куда-то туда. Где реально... То есть не он придумывает что-то, а им уже это всё двигает. Какая-то другая сила. И это привлекает в перформансе меня, например, лично всегда. Когда это... Но иногда это страшно. Иногда это даже отталкивает. Почему? Когда страшно. Когда становишься не собой, теряешь свою... Ну да, да, да. Да, но тем не менее это всё равно интересно. Потому что даже когда я являюсь зрителем, я понимаю, что человек шагает абсолютно легально. И в принципе, то есть путь обратный есть. Но он шагает туда, куда ты сам, наверное, не шагнёшь. Всегда же мы чувствуем эту границу внутри себя. Границу своего... Даже рассудка и контроля. А очень часто, когда перформанс связан именно с такими какими-то изменёнными состояниями, то это за эту границу нужно шагнуть. Почему человек от другого привлекает это? Потому что он не всегда сам готов туда пойти. Но это всегда некая энергия, которая... Ну как, например, вот если есть что-то неприятное, то я помню из детства свой опыт, я ехала в троллейбусе, я вижу прям ребёнком, и я вижу, что на дороге авария. Я еду в троллейбусе, я сижу у окна, и я понимаю, что я не хочу туда смотреть, и одновременно я очень хочу туда посмотреть. Потому что я понимаю, что там... Но это секунда, когда ты можешь отвернуться и не посмотреть, или ты всё равно посмотришь туда, понимая, что это и страшно, и неприятно. И я помню, что я смотрю, я всё-таки поворачиваюсь и вижу это. В ту же секунду я отворачиваюсь и думаю, зачем я посмотрела? Но вот этот момент, ну как бы вот это... Ну в нас это есть. И поэтому перформанс, он как раз как будто бы он и подзуживает и стимулирует вот эту черту человека, когда он идёт в эти зоны. Ну ходит, да, за границы повседневности. Но далеко не всегда это так. Далеко не всегда это прямо работа с такими крайними состояниями. То есть иногда это про другое. Я тут вспомнила, была когда-то, несколько лет назад такая пресс-конференция. Там много участников. И называлась она, по-моему, «За границами театра» или что-то такое. И там в качестве гостей, в качестве экспертов был Клим со своим, ну скажем, соратником. И они ездили, ну опять же, вот куда-то к аборигенам, тоже исследуя или делая там театр, или какие-то практики такие совершая. И Клим начал о чём-то говорить, вот переходя за границу, а вот этот его коллега странный, он такой смешной был, знаешь, какой-то такой волосатый, как сумасшедший физик. Вот куда-то выскочил так из лука и говорит, не смейте, даже не думайте туда, за эти границы шагать. Вот вы тут говорите о том, как перейти границы театра, не ходите туда. Это было, ну, не было похоже на театральность. Это были слова человека, побывавшего за границами. Видимо, да, да. Но поскольку, знаешь, рамка, ну, во-первых, театральные люди, во-вторых, пресс-конференция и вот эти вот фреймы, они всё равно отдаляют от тебя этот опыт. Наверное, я бы с удовольствием пообщалась с этим человеком вживую. А то, что здесь написано, это прям классно, да? Про, ну, это прям основа-основа театра, театра масок, то, о чём здесь описано, то, что маска не является предметом, да, не является каким-то объектом, волшебным предметом, который даёт тебе какие-то силы, а сама по себе является духом, сама по себе является каким-то духом предка. И вот этот симбиоз, да, то есть перевоплощение кого-то другого при взаимодействии с маской, это до сих пор, мне кажется, есть живо и в театре. Да, это будет пользоваться всё равно вниманием зрителя. Но мне, если честно, всё равно ближе и интереснее, наверное, когда я понимаю, какими инструментами человек смещает вот эту вот реальность. Мне, даже понимая, как это происходит, когда в какой-то момент я готова отключиться, ну, как бы я перестаю анализировать, когда происходит что-то, что меняет реальность, вот когда, то, что мы говорили, какими инструментами мы пользуемся, это время, я не знаю, там, пространство, как это делается, и перформанс становится именно таким увлекательным, и тебя туда втягивает именно менять твое состояние, но без вот таких каких-то глубоких погружений в иное состояние. Мне вот всё-таки это интереснее. Наверное, да, отчасти я говорю про более театральные вещи. Или про что-то очень простое, что тоже может быть, ну, если мы говорим про какие-то перформансы, какие, к сожалению, невозможны сейчас на улице, за любое самое простое и безобидное действие, но которое не является нормой поведения, а в обществе ты можешь очень сильно огрести. О чём я говорю, да, о чём угодно. То есть просто взять стул и поставить посредине театральной площади. Что это является? Митинг. Да, всё, это будет. Хотя, ну, то есть я ни против чего не протестую, просто вдруг мне захотелось оказаться в центре этой площади, и у меня мой внутренний перформанс, который говорит мне... То есть, да, или человек стоящий, по-моему, это очень классная история, когда стоял человек, по-моему, в интернете, у него было там «Обними меня» надпись, он стоял с закрытыми глазами. Вот люди подходили и просто обнимали его. Ну, мне кажется, что любой человек с какой-то табличкой... Ну, понятно, что сейчас это недопустимая вещь, что бы там ни было, там всегда можно найти какой-то подтекст, и получается, что вот, всё должно быть как-то очень прозрачно, чисто, или не иметь никаких текстов. Вот, что тоже будет являться перформансом. Поэтому, говоря о перформансе, да, ты всегда так сейчас уже очень... Так думаешь, а где, а как? И вот... На самом деле то, о чём ты говоришь, это с юридической точки зрения довольно любопытные такие вопросы, потому что как действительно вот уличный перформанс отграничить от чего-то другого? То есть были... От акционизма, да? Ну, или... Хотя акционизм ведь это тоже часть от... Очень сложно сделать какое-то жёсткое разделение между одними и другими. Ну, вот в прецедентном праве такого рода штуки были, и, например, я не забыла, конечно, в какой стране, в каком году, но один из каких-то политических, в общем, деятелей проник в здание, ну, условно, какой-то институции, опять уже не помню какой, и при нём было то, что показалось оружием. На самом деле это был игрушечный, ну, там, пистолет или автомат, но всё равно его осудили, и ему, по-моему, вынесли приговор на том основании, что уже какое-то там время назад был прецедент, и нельзя... Там было какое-то правило, какая-то поправка, что нельзя появляться, условно, там в общественных местах с даже игрушками, подражающими оружию, определённого цвета, то есть можно появляться там с яркими, жёлтыми, красными, какими-то ещё. Пластиками, флотными пистолетиками. Да-да-да. Но если они очень похожи на оригинал, то это же является преступлением. Ещё можно было там несоответствующего размера, то есть если они больше, чем реальные объекты или слишком маленькие, то тогда это случили бы за перформанс, а иначе это выглядит как преступление. Вот. Ну это, конечно, отдельная тема к социологам, опять же. Но не будем её сейчас поднимать. Я сейчас сижу и думаю, что мы с тобой так долго вообще никогда не разговаривали. Мы с тобой, если что-то делали вместе... Нет, мы разговаривали очень долго, но просто без свидетелей, без камер, без микрофонов. А мне так нравится. И без очков. Прям вообще здорово. Давай ещё. Хотя мы уже вторую часть сидим, давай ещё почитаем. Давай, давай. Так, кто сейчас читает? Сейчас читаешь ты, и я открываю книжку в каком-то удивительном месте. В удивительном месте? Вот. Это удивительное место. Страница 318. Этология и театр. Ага. Знаешь, что такое этология? Ты мне уже что-то говорила, но я, конечно же, забыла. Я тебе не могла сказать, потому что я сама не помню. Если честно. Мне кажется, что мы вчера прямо про это что-то такое говорили. Так. Ну, здесь какой-то методики. Идёт немножко... Здесь даже немножко очень сильно вырвано из контекста. Но попробуем сориентироваться. Однако это не поиск фиксированных готовых и диаграмм, как в пекинской опере, где актёр, чтобы изобразить цветок, выполняет специфические и неизменные жесты, идущие из глубины вековой традиции. Новые диаграммы следует постоянно искать, и их композиция появится немедленно и спонтанно. Иконечный результат – это живая, динамичная форма, обладающая собственной логикой. Городовский, 2009 год. Страница ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Первым успешным примером использования этой методики была строгая биомеханика Мейрхольда. За ней последовали простые, на первый взгляд, но тщательно продуманные композиции Брехта. Их можно найти в его режиссёрских экспликациях. Затем Городовский разработал упражнение, помогавшее актёрам сталкиваться с текстом, находить точки соприкосновения собственных психофизических импульсов с логикой текста. Оформленная живописная точность театра Ричарда Формана резко отличается, в ней нет ничего спонтанного. Форман сознательно подчеркивает, что его постановки продуманы заранее. Для образной системы Уилсона характерны замедленные движения, которые зрители способны предсказать из-за троектории, которых они могут следовать во времени и пространстве. Вдобавок, некоторые движения повторяются множество раз, и зритель вынужден обращать внимание на разные аспекты одного и того же действия. Похожим образом организованы постмодернийские работы таких хореографов, так, ты не снимай там на камеру, а слушай, сейчас про хореографию будем говорить, таких хореографов, как, например, Дан, Фарти, Джонас, Пэкстон, никого не знаю, ты знаешь кого-нибудь? А также перформансы Алана Капру, ладно, этот знакомый чувак, и многих других. В них обычные человеческие действия изолируются, смещаются, останавливаются, замедляются или ускоряются, повторяются, выражаясь этологически, ритуализируются. Так, давай про танцы и про хореографов. Чего ты думаешь по этому поводу? Собственно говоря, что вы сейчас видели, это был небольшой перформанс-танец. Танец с телефоном. Танец с телефоном, да. Что мне очень нравится. Я ничего это никуда не выкладываю, мне нравится сам процесс, смотреть, как трансформируется пространство через камеру, и вот эти объекты, которые сегодня оказались. Я вообще даже не помнила, что стол имеет красный цвет, что мои очки идеально подходят по цвету к этому синему цвету, и что на самом деле во всём этом уже и есть танец и перформанс. Помните, мы говорили о том, что вообще это восприятие. И мне кажется, что очень сильно помогает воспринимать вообще реальность, ощущение того, что всё есть перформанс. Ну, по сути, да, если вернуться к началу нашего разговора. По большому счёту, так и есть. И я сейчас попробую открыть ещё одну страничку, выбрать её себе сама и прочитать. Что это будет, я не знаю. Просто я чувствую, что сейчас мне надо что-то прочитать. Нет, то, что я выбрала, это не то. Вот пусть будет это. Это тоже не то. Превращение должников в кредиторов в ходе ритуала в куру мугли не просто повод для праздничного представления, подобно тому, как вечеринка по случаю дня рождения даёт возможность отпраздновать неизменение возраста, но не влияет на него. Ритуал в куру мугли осуществляет те события, в честь которых устраивается. В нужном месте появляется время, достаточное для того, чтобы произошёл обмен. Лиминальная, неустойчивая, срединная точка между двумя заданными структурами. Она возникает, когда две группы ненадолго сливаются в один круг танцующих. В этом лиминальном времени и пространстве возникает коммунитаз, экстаз. Столь часто свойственны перформативным практикам, который стирает все различия. Лишь тогда может осуществиться обмен. В верхней части таблицы, вот у нас есть некая таблица, перечислены примеры, когда на смену опасным контактам приходят эстетические и социальные события. В нижней части примеры превращения одной актуальности в другую. Только благодаря тому, что существуют виды трансформаций, описанные в верхней части таблицы, трансформации из её нижней части проходят мирно. Ну, вот тут вот в табличке, да, трансформации в воюющие стороны превращаются в группы танцующих, человеческие жертвы превращаются в жертвенных животных, боевая униформа в костюмы, схватка превращается в танец. Тут, собственно, всё понятно. Да, слишком всё понятно. Поэтому наша многозначительная пауза не наколдовала нам что-то такое новое и новый уровень. Я в первой программе очень хотела как раз паузу. И тут она у нас такая немножко полуспонтанная, полуспециальная получилась. Я знала, что мы будем играть в гляделки до тех пор, пока кто-нибудь первый не... Я, кстати, думала до последнего держаться. Ты и держалась. Последняя наступила быстро. Ну, не знаю. Я возвращаюсь в мир. Мне очень близко то, что сейчас мы действительно просто разговариваем с тобой. Просто обычно у нас повод — это какая-то... работа совместная, да? То есть это какое-то пространство, какая-то тема. Когда мы придумываем какой-то спектакль или перформанс вместе, происходит вот тот же такой поток ассоциаций. А здесь у нас есть какая-то серьёзная теоретическая работа, которую мы совершенно не серьёзно, но она каким-то таким базисом, какой-то такой точкой для размышлений, для общения. У меня очень другого по характеру общения, мне кажется, всё-таки не свойственно нам с тобой происходит. У тебя нет такого чувства? Нет, у меня есть такое чувство, да, абсолютно. И, знаешь, мне сейчас доставляет удовольствие просто открывать книгу и читать буквы. Буквы, написанные каким-то другим человеком, в какое-то совсем другое время, в каком-то совершенно другом месте. Я сегодня засунула руку в карман плаща, когда ехала сюда, и там лежит грецкий орех. Этот грецкий орех подарил мне сын моей очень хорошей подруги, когда я была в Нижнем Новгороде примерно две недели тому назад. Мы посидели в очень вкусном заведении, и когда мы выходили, там стояла огромная корзина, грузинская кухня, кстати. Огромная корзина с лавровыми листами и грецкими орехами. И он называет меня Бреж, ещё одно моё. Он такой, Бреж, Бреж! А ему первый класс Тимофея. И он берёт орех грецкий, и говорит, это тебе подарок, и дарит мне этот орех. А потом, подожди, подожди! Берёт этот лавровый лист и дарит мне лавровый лист. И я выхожу, и у меня, значит, с ладошки вот этот грецкий орех и лавровый лист. И они лежат у меня на ладони. И я понимаю, что это что-то очень простое и одновременно что-то очень важное. И я кладу это всё... Ну, понятно, мы обнимаемся, прощаемся. Я кладу это всё в карман своего плаща. И, собственно говоря, это был последний день, и потом я вернулась в Киров. И сегодня я... Когда я ехала сюда на передачу, я ехала на такси, я засунула руку в карман, и там лежит этот орех. И я просто достаю его, я кладу его на ладошку и понимаю, что это орех из прошлой жизни. Это так удивительно. Я смотрю на него, фотографирую и отправляю подруге. И говорю, Аня, вот... Мне так хорошо смотреть на этот орех. А лавровый листик истёрся в маленькие, такие маленькие уже крошки. Но он тоже в кармане, ещё в этом плаще. Пусть он там ещё поживёт вместе с этим орехом. Орех я бережно брала обратно в карман. Вот. Зачем я всё это рассказала, не знаю. Мне кажется, что всё... Все эти ритуалы, маленькие штучки, они помогают... Помогают, наверное, прожить какие-то большие штучки. Вот эти два яблока на столе. Мои новые синие очки, которые подходят к этому синему столу. Блин, это всё перформанс какой-то. Перформанс, микрофон, который на тебя смотрит, или ты на него смотришь. И вопрос, как ты вообще воспринимаешь этот мир. И это слово перформанс, о котором мы говорим, я вдруг поняла, что это какое-то спасение. Да! Да! Это реально... В какой-то момент это становится спасением. То есть тебе нужно надеть очки, которые называются перформанс, и посмотреть на всё то, что происходит. Жалко только, что потом их придётся снять, но что делать? Ну, как и всё. Придётся снять, убрать. Я правда... Я ещё в прошлый раз, когда мы записывали программу с Серёжей Моховым, поймала себя на мысли, что как классно на этот час, на эти полтора часа уйти совсем в какую-то другую реальность. И да, это форма эскапизма, но кто сказал, где больше настоящего? В той повседневности ужасной, в которой мы существуем, или то, что происходит сейчас, то, что происходит и изменяется прямо сейчас? И вот прямо сейчас моя подруга написала мне, какая милота на мою фотографию с орехом. Прямо вот сейчас, после рассказанной истории. Люблю такие совпадения. Мне кажется, что мы всё сказали на сегодня. Мы, конечно, не всё сказали и не всё прочитали, и там масса всего, но я думаю, у нас хорошая какая-то такая почти театральная, финальная получилась точка. Мы будем есть яблоки сейчас. Погрызём? Это был специальный жест, который просто... Да. У тебя мягче. У меня даже есть белый налив. Целая корзина режет. На балконе. Они довольно жёсткие. Ты стоила в садах? Да. Может, мы попрощаемся? Сейчас я прошу её и скажу. А я прошу прощения у тех, если кто-то подумал, что мы проявляем некое неуважение к зрителю или ещё к кому-то. На самом деле, то, что мы сегодня делали, это очень похоже на какие-то внутренние наши репетиционные процессы, на какие-то дружеские встречи, которые перерастают потом в спектакле. И в другие наши продукты. И далеко не всегда есть возможность нырнуть, посмотреть, как это происходит. И поделиться этим. Просто очень часто я думаю о том, что когда мы показываем наши сырые работы, это какая-то такая очень маленькая, крохотная, совершенно такая малюсенькая часть того большого-большого процесса, который был до. И он у меня самый любимый, самый прекрасный вот в этих необязательных разговорах, рассуждениях, из которых потом выливается какой-то законченный спектакль. А я не прошу прощения, ни за что. Мне всё понравилось. Всё было, как было. И это было. Давай прощаемся. Это нормально. Давай хоть какие-то ритуалы соблюдать. Да. Вежливости. До свидания. Спасибо большое тем, кто досидел до этого поедания яблок. Приезжайте к Ире за яблок. Да, да. Пишите, звоните. У меня их много. Бабушка будет очень рада, если кто-то их, если кому-то они будут нужны. Такие зелёные, вкусные, абсолютно свеженькие. Чин-чин. Пока-пока. АПЛОДИСМЕНТЫ